Всем привет! В этом видео я попытаюсь рассказать, как устроен экспонатный паровой китер. Своими словами я расскажу, как он устроен и работает, чтобы вам было более непонятно. Сейчас я залезу в топку котла, потому что внутри там все устроено, затем продвинемся на улицу. Это у нас выхлопная часть котла. По всему периметру котла расположены подъемные и спускные трубки. В процессе работы котла вода поднимается по этим трубкам из нижнего барабана в верхний. Так же опускается. В верхнем барабане образуется пар. Здесь сверху по центру у нас располагаются форсунки и диффузор. Потом поднимемся, покажу, как все устроено и как это работает. Как я уже говорил, это выхлопная часть котла. Когда котел работает, сгоревшие газы проходят через эти трубки и дальше по выхлопному коллектору выходит в атмосферу. Так же эти газы с обратной стороны греют эти трубы. И все, вылазим. Тут жарковато. Пошли наверх, смотрим, что там. Это названный стопорный клапан. Фарс верхнего барабана идет непосредственно в систему. Так как у нас два котла, их можно сообщить и они врезаются в одну систему. На выгрузке мы сразу используем два котла. Вводим их в параллель. Часть пара идет на грузовую систему. Бывает, часть через редукционный клапан идет в сервисную систему. Но это уже груза антемы. Если кому интересно, делаем видео. Здесь у нас расположены стекла для того, чтобы мы могли смотреть за уровнем воды в котле. Если у нас водотрансмиттер выйдет из строя, то у нас не будет индикации на компьютере в цепу. Это сам водотрансмиттер. Он показывает уровень воды в компьютере, а затем от этого уровня через голову идет этот сигнал на питательный клапан. И клапан открывается, либо закрывается в зависимости от того, какой уровень воды. Этот level-switch отвечает за дополнительную защиту по нижнему уровню воды. В общем, если будет нижний уровень воды в котле, то котел становится по защите. Это пневмоактуатор и фундамент дизельной форсунки. Пневмоактуатор отвечает за спуск и подъем форсунки рожек. Рожек все увидит. Это основная форсунка, которая греет трубу с водой в котле. По нижнему шлангу идет топливо на форсунку. По верхнему пар или воздух нараспыл. Это все в зависимости от того, что у вас открыто. Это блок управления на форсунку рожек с воздушными дизельными соленоидами. Это автоматический клапан подачи воздуха или пара на основную форсунку. Это клапана пара и воздуха на форсунку. Если есть пар в котле, то используем пар. Если давление пара в котле меньше 3 кг, то уже необходимо открывать воздух. Иначе котел не разожжется. Сейчас достанем форсунку и поднимем диффузор. Посмотрим, как все там выглядит. Так у нас выглядит форсунка в сборе. Это форсунка розжига. Позже мы их разберем, почистим, проверим зазоры. Подсоединим трансформатор и проверим искру на этой форсунке. Сюда у нас подходит дизельное топливо. К этой трубке у нас подходит воздух на распыл. Это электроды, на которые надеваем колпачки с бронепроводами, которые идут непосредственно от трансформатора. И эти электроды с помощью трансформатора создают искру. Куда подходит тяжелое топливо, он же мазут. Сюда, как я говорил ранее, подходит или пар, или воздух. На конце форсунки находится распылитель. Топливо смешивается с паром. Через эти отверстия под давлением выходит смесь, которая зажигается от форсунки розжига. Это у нас диффузор. Он распределяет поток воздуха, который нагнетает вентилятор. В центральном отверстии у нас располагается основная форсунка. Здесь у нас находится форсунка розжига. С помощью пневмоактуатора она опускается. И в этот же момент происходит розжиг. Фотоэлемент влавливает пламя. И затем открываются клапаны пара и топлива на основном форсунке. Котел начинает гореть, пока не набьет нужное давление пара в верхнем барабане. Сейчас покажу, как поступает воздух на диффузор и далее в котел. Так как топливо без воздуха гореть не может, на котлах есть бловеры, которые нагнетают воздух в топку котла. Здесь внутри установлены заслонки. Когда они открываются, начинается всасывание воздуха за счет работы вентилятора. И далее вентилятор нагнетает воздух в котел. Количество воздуха регулирует автоматика. И далее воздух по этим каналам поступает на диффузор и далее в котел для равномерного горения. Теперь разберемся с форсунками. С основной форсункой все очень просто. Снимаем распылитель. Чистим отверстия. С наружной стороны, где маленькие отверстия, где вы видите маленькие отверстия, по ним идет топливо. Они упираются в большие отверстия, где идет пар. Затем смесь спыляется. Все это мы чистим. Также чистим сам распылитель от САЖИ. Меняем или отжигаем красно-медное кольцо. И внутри распылителя нужно заменить две резиночки. Внутри самой форсунки чистить ничего не нужно. Единственное бронзовой щеткой можно почистить резьбу и при желании можно все продуть. Не знаю видно или нет, но там есть отверстие топливной трубки. Думаю, что будет видно. Теперь разберем, почистим и проверим форсунку рожига. Сначала снимаем защитный кожух электродов и снимаем его. Чистим электроды и распылитель. Электроды чистить нужно ветошью. Потом можно просто пройтись наждачной бумагой. Ну, легко сойдет. Все, почистили. Теперь нужно проверить зазоры. Зазоры между электродами и расстояние от распылителя до электродов. Все эти зазоры есть к ней. Там все написано и нарисовано. У нас тут есть распечатка. Расстояние от форсунки до электрода должно быть 10-12 миллиметров. А расстояние между электродами, как мы видим, 4 миллиметра. После того, как проверили зазоры, нужно проверить наличие искры. Подсоединяем запасной трансформатор. На него приходит 110 вольт, а выходит 10 тысяч вольт. Итак, проверяем сначала искру. Зазоры можно сделать немного шире, но пойдет. Работать будет. Затем проверяем, чтобы искра была устойчива потоку воздуха. И сейчас продемонстрирую, как загорается топливо. Такого делать не нужно. Я просто демонстрирую, как она работает. Достаточно проверить искру, и все. Так, теперь я вам покажу, как это происходит на рабочем котле. Сначала продувается топливо с помощью блогера котла. По завершению продувки опускается форсунка рожи. Начинает гореть. После того, как фотоэлемент уловил пламя, он находится сверху форсунки. Сейчас покажу где. Открывается подача топлива и пара на основную форсунку. И топливо на основной форсунке загорается с помощью форсунки розжига. Вот так это выглядит. Затем фотоэлементы основной форсунки улавливают пламя. И на форсунку розжига прекращается подача топлива, и она поднимается в исходное положение. Вот здесь у нас расположен фотоэлемент форсунки розжига. Не буду на него светить, так как котел может тряпануть по защите, так как будет ошибка. Вы знаете, это фотоэлемент форсунки розжига. А это фотоэлементы, главные форсунки. Их там два штуки. Кстати, вот такую вот кирню я не люблю. По меточкам всяким больше не открывать, меньше не ставить. Не нужно придумывать от себя всякую хрень. Механизмы делали большие умы. Каждый механик должен знать, как этот механизм работает. Если по меточкам, значит механизм, я считаю, работает неправильно. Взял книжку, прочитал, как там написано, и сделал. Все, и забыл о дальнейших проблемах. Пока пацаны чистят диффузор, расскажу про питательную систему котлов. Вода для котлов находится в теплом ящике. Температура воды должна быть 75-85 градусов. Насосы берут воду из теплого ящика. У нас 4 насоса, 2 больших и 2 маленьких. Большие насосы мы используем, когда у нас большой расход пары. Например, когда у нас выгрузка. А маленькие насосы мы используем в повседневной. У нас два типа пополнения котлов водой. Обычный, через автоматический питательный клапан. И аварийный, напрямую от насоса. Итак, это обычное пополнение. Это автоматический клапан. Тонкая труба от маленьких насосов. А более толстая от больших насосов. На компьютере мы задаем, какое количество необходимо подержать. И автоматика сама все делает. Открывает или закрывает питательный клапан. И вода поступает уже в котел. Но если с автоматикой что-то случится, то котел можно пополнить вручную. Это аварийное питание котла. Осуществляется с помощью этих двух клапанов. Здесь у нас находится верхний пароводяной барабан. Высота его около метра, может чуть больше. На каждом котле есть предохранительные клапана, чтобы он не взорвался. Если давление в данном котле превысит 17 кг, откроются эти предохранительные клапана. Также предохранительные клапана нужно тестировать раз в месяц вручную. Тянете за ручку и клапан открывается, приподнимая тарелку клапана. Если давление в котле растет, то давление давит на тарелку и тем самым приподнимает ее. Тарелку держит пружина, установленная внутри. И затем излишки пары, которые находятся в барабане, уходят просто в атмосферу. После того, как давление сбросилось, пружина снова давит на тарелку клапан, и клапан закрывается. Сейчас расскажу, как происходит циркуляция воды. У нас также есть утиль-котел. Как он устроен и работает, вы узнаете в следующем видео. Из утиль-котла попадает пароводяная смесь в этот котел, в этой трубе. Попадает она из верхнего барабана утиля в верхний барабан вспомогательного котла. Это нижний барабан утиль-котла. В него заходит вода из нижнего барабана котла с помощью циркуляционных насосов. И по трубкам, которые находятся внутри утиля, далее все это греется, закипает, и пароводяная смесь идет в вспомогательный котел. Но это все расскажу в следующем видео. Сейчас, спустясь вниз, покажу циркуляционные насосы, где они находятся и как работают. Это клапан всасывания воды из нижнего барабана на циркуляционные насосы. Это уже непосредственно клапан циркуляционных насосов. Не знаю, видно вам или нет, но вообще каждый клапан, судя, должен быть подписан и пронумерован. Циркуляционные насосы берут воду из котла и гонят ее по этой трубе в нижний барабан утиль-котла. Там она греется, закипает, и затем пароводяная смесь из верхнего барабана поступает в вспомогательный котел. Здесь находится нижний водяной барабан котла. Высота его около 1 метра. Высота самого котла 12 метров. Сейчас все мы соберем, все поставим назад и протестируем котел из цепи, чтобы вы увидели, что там происходит. Закончили мы собирать котел, сейчас мы его протестируем. Это у нас монитор управления котлами. Можем запускать котлы, останавливать их, смотреть любые параметры, изменять настройки, зависеть за уровнем воды в котлах, за давлением пары и так далее. В общем, основные действия осуществляются из этого монитора. Так, наверху мы все подготовили, все клапаны открыты, все готово. Следующее, что нам нужно сделать, это поставить котел в ручной режим. Вот так это происходит. Подтвердили. Нажали ОК. Следующее, запускаем в ловер. Нагрузка у данного вентилятора 65 кВт. Запускаем смок-бловер. И запускаем сам котел. Нажимаем меню Старт и программа делает все сама, автоматически. Начинается продувка котла. Вот вы тут видите, на мониторе видно, что идет продувка. Сейчас мы работаем на дизельном топливе, потому что мы находимся в Германии. Во время старта также запускаются дизельные насосы. Насос начинает создавать давление в топливной системе, заполняя ее дизельным топливом. Теперь ждем, когда продуется топка котла. Все, котел продулся. Дизельная форсунка находится в положении рожига. В данный момент опустилась. Синий индикатор нам говорит о том, что форсунка рожига сейчас горит. То есть фотоэлемент уловил пламя. Далее автоматика дает команду на топливный и паровой клапан основной форсунки. Они открываются и происходит рожиг основной форсунки. Когда форсунка начинает работать, фотоэлементы улавливают пламя. Это мы видим на мониторе. И затем прекращается подача топлива на форсунку рожига. После этого котел начинает работать. Греет воду. Вода закипает и в верхнем барабане образуется пар. Вопрос, который мне многие задают. Зачем такие большие котлы и куда столько пара у вас уходит? Пар у нас расходуется на множество потребителей. Паром мы греем воду, которая идет в душ, раковины. Также главный двигатель на стоянке должен быть всегда горячим. Мы всегда его подогреваем. В общем на стоянке мы главный двигатель греем, а на ходу мы его охлаждаем. Если бы мы сейчас работали на тяжелом топливе, его необходимо греть до 120-140 градусов. Все это зависит от топлива конечно. Расход пара также у нас большой. На масляные сепараторы главного двигателя, дизель-генераторов. Я работаю на больших танкерах. У нас грузовые насосы паровые. Или их еще называют паровые турбины. Турбины необходимо раскручивать до 1000 и более оборотов. Также необходимо поддерживать эти обороты. Чтобы поддерживать эти обороты, необходим большой объем пара. Потом сделаю видео отдельное. Покажу подогреватели. Может один разберем. Покажу как идет пар на турбины. Расскажу как этот пар конденсируется. И обратно идет в теплый ящик. Думаю основную базу я сегодня вам рассказал. Думаю для начинающих моряков этого будет достаточно. Потом когда начнете работать, уже узнаете все более подробно сами. Все. Всем спасибо за просмотр. Делитесь видео. Надеюсь видео вам понравится. Ставьте лайки. Всем пока.